Листья у розы в дырочку, что делать с проблемой? Розы популярны, но капризные растения. Ухаживать за ними – настоящее искусство. Не имея представления о том, что делать, если на листьях розы появились дырки, нужно проконсультироваться с опытными садоводами. Скорее всего, дело в заражении растения вредителями, о борьбе с которыми стоит узнать подробнее. У розы листочки в дырочку – это нормально или нет? У роз сложное строение листьев. Всего на стеблях от 5 до 7, но встречаются розы с большим количеством листьев, у некоторых видов их 12-15. Сортовая принадлежность влияет и на качество поверхности зеленой части растения. Листья могут быть матовыми, глянцевыми, морщинистыми, сильно или слабо блестеть. Цветовая гамма не менее разнообразна, от светло-салатового до бронзового оттенка. Листья розы покрытые клей – если лист изменил свою структуру, был светлым и потемнел, сжался, на нем появились дырочки или крапинки. Пора задуматься об обработке растения фунгицидами или инсектицидами. Черные крапинки и отверстия не могут образоваться без причины. Это признак болезни или нападения на куст вредителей. Важно! Оставленное без внимания растение может погибнуть, а вместе с ним погибнут и другие посадки. Почему так происходит? Причина проблемы дырки на листьях – это заслуга тлей, щитовки и других паразитирующих насекомых, переселившихся. Наслабленные из-за отсутствия правильного ухода куст. Иногда на розах поселяется одновременно несколько видов вредителей. О способе уничтожения каждого из них нужно знать в подробностях, особенно если в саду обустроен настоящий розарий. Тля – это маленькая быстро размножающаяся насекомая селится на молодых побегах и не раскрывшихся бутонах. Изъеденное тлей растение становится легкой добычей для других вредителей, не может сопротивляться болезням, спровоцированным вирусами и бактериями погибает. Вредители поели растения на кусте живут огромные колонии тлей. Найти их можно на изнанке листьев цветоносия внутри бутона. Самки крыльев не имеют, они не им не так опасны. Но отложенные ими личинки проедают в зелени огромные дыры, питаются много и постоянно становятся способны к размножению уже на 10 дней жизни. Важно! С тлей борется при помощи приобретенных в магазине препаратов. На начальной стадии заражения пользуются народными средствами. Но если насекомых много, то пользы это не принесет, можно упустить момент, после которого растение уже будет не спасти. Клещ паутинный Заметить на посадках паутинного клеща в момент его появления удается немногим садоводам. Этот небольшой членистоногий вредитель обладает почти прозрачным тельцем, окрашенным в зеленовато-желтый цвет. Такая окраска позволяет клещу оставаться незаметным не только для человека, но и для других насекомых птиц. Клещи питаются соками растений, предпочитая молодые побеги старым. Они размножаются в течение всего лета и способны нанести серьезный урон зеленым насаждениям поесть их. Лишенные нужных им живительных сил, листья скручиваются, покрываются сетью мелких дырочек. Сделать ничего невозможно, придется обрывать или уничтожать все растения. Паутинный клещ покрыл отцветшие бутоны листовертка насекомые из семейства бабочек с щетиновидными или тонкорисничатыми усиками самцы. Крайне невзрачная, но очень вредная для растений. С наступлением осени листовертка откладывает множество яиц. Весной из них вылупливаются желтовато-коричневые гусеницы. Они питаются почками или листьями роз, из-за чего они сворачиваются в трубочку и покрываются мелкими дырочками. От небольшого количества гусениц избавляются вручную. Если их много, кусты обрабатывают специальными препаратами, не позволяя гусеницам превратиться в бабочек и вновь отложить яйца. Щетовка – один из самых опасных вредителей в саду, относится к семейству червецов. Насекомое небольшое, заметить единичные экземпляры сложно. Щетовки покрывают листья липким налетом. Фактически опасны не они сами, а именно этот налет. Лишенные кислорода зеленые листья растений становятся уязвимы для вирусов и бактерий. Чтобы избавиться от вредителя, придется изрядно потрудиться. На вредоносное насекомое почти не действуют химические препараты или народные средства. Опрыскивание не поможет. Садоводу придется взять мягкую ткань или губку, вымочить ее в мыльном растворе и использовать для протирания каждого листика. Если роза в саду одна, то проблем это не вызовет, но справиться с заражением щитовками розария будет сложно. Важно! Лучше не допускать появления щитовок, внимательно следя за состоянием других растений, становящихся местом обитания вредителей, которые появляться могут не только на розах. Щитовка на листьях и стеблях цикадка розанная насекомая способна перелетать с растения на растение. У него удлиненная тельца и желтовато-зеленые крылья. Вредители обгладывают листья, а отложенные ими личинки питаются соками растения, что приводит к его пожелтению и увяданию. Обнаружить цикадку розанную на листьях просто. Они покрываются желтовато-белыми питными дырочками. Эффективного метода борьбы с вредителем не существует. Зараженные части растения уничтожают оставшиеся обрабатывают различными отравляющими цикадку и ее личинок препаратами. Что делать в этой ситуации, чем можно обработать из химических препаратов? У каждого садовода свои хитрости, помогающие ему защитить растения от нападения вредителей. Одни пользуются исключительно покупными препаратами, другие больше доверяют народным средствам. Но происхождение вещества, способного уничтожить, например, паутинного клеща, не так важно, главное – достигнутый эффект. Розовые кусты и прилегающие к ним растения обрабатывают одним из химических препаратов, описанных ниже. Актара – это инсектицид нового поколения. Применяется для опрыскивания и обработки почвы под кустами. Эффективно защищает от старозновидностей, вредящих розам и другим растениям насекомых. Форма выпуска – таблетки, гранулы, порошок или суспензия. Растворяется в теплой воде до плюс 25 градусов Цельсия и выше. Актара не только уничтожает насекомых, но и улучшает внешний облик роз, способствует ускорению их роста. Действует в течение 1-2 месяцев после обработки. Если на розах появилась щитовка, нужно немедленно воспользоваться актарой. Устойчивость к нему у вредителей не развивается. Действовать начинает спустя 30-40 минут после контакта насекомого с покрытой веществом частью растения. Важно! Препарат безвреден для птиц, человека и домашних животных, но пчелы и другие опыляющие розы насекомые могут погибнуть. Обработку проводят до цветения. Актара – инсектицид для растений. Калипсо – инсектицид, реализуемый во флаконах, представляет собой жидкую суспензию белого цвета. Подходит для обработки растений с весны до осени. При этом привыкания не наблюдается. Калипсо можно использовать для защиты роз от лилии и листовертки ежегодно. Действует средство в течение 2-4 недель. Подходит в основном для нейтрализации питающихся листьями и цветами насекомых. Опрыскивать нужно после разведения суспензии в воде согласно инструкции. Процедуру проводят утром или вечером. Листья при этом должны быть сухими, если выпала роса, дожидаются ее испарения. К сведению, для пчел калипсо не опасен, но если розы растут на берегу водоема, то попавшие в воду остатки инсектицида способны навредить его обитателям. Базудин-инсектицид воздействует в основном на обитающих в очи вредителей. Но от него гибни также тля и другие питающиеся листьями насекомые. Препарат всасывается растением вместе с влагой и питательными веществами, проникает в рищевод вредителя и отравляет его. Выпускают базудин в виде гранулированного порошка помещенного в пакетике по 30 грамм. Получившимся раствором из одного пакетика обрабатывают до 20 кварталов метров. Он опасен для рыб, но для остальных живых существ безвреден. Обеспечивает растением до 45 дней защиты от вредителей. Для борьбы с поедающими листьями, трипсами, долгоносиками или уховерткой обыкновенной применяют АПАС, ФУФАФОН, ГАМАИР, Базудин. Эффективное средство от вредителей не имея представления о том, как и чем обработать кусты, нужно обратиться к профессионалам. Оказать посильную помощь в выборе действенного средства могут в цветочном магазине. Большинство инсектицидов реализуется именно там. Важно! Независимо от выбранного препарата обработку проводят дважды с интервалом в 10 дней. Народные средства. Справиться с листовыми и земляными вредителями помогают домашние подручные средства, например, чеснок. 200 грамм чеснока не очищают шелухи, измельчают. Полученную массу заливают 1 литр воды, оставляют на 5 уни и настаиваются. Один раз в день емкость с готовящимся инсектицидом встряхивают. 100 грамм готовой смеси растворяют в 5 литров воды, смочив в полученном растворе губку, обтирают ими листья растения. Мыльный раствор. Хозяйственное мыло в количестве 2-3 стакана. Ложек растворяют в 1 литр воды, добавляют 50-100 грамм золы и опрыскивают получившейся смесью растения. Для уничтожения тли паутинного клеща применяют также меси, приготовленные на основе лука, красного перца, табака или горькой полыни. Профилактика появления вредителей. Ухаживать за розами придется в течение всей вегетации. Необходимо регулярно пропалывать делянку, удаляя сорняки, являющиеся местом обитания вредителей, рыхлить почву, окочивать кусты. 1 раз в месяц опрыскивать почву и кусты слабым раствором марганцовки, поливать розы после высыхания грунта, опрыскивать розы раствором. Нитрофены до набухания почек. 200 грамм на 1 литр воды подкармливать до 3 обязательных подкормок. Чтобы защитить розарий от ворозитов, высаживают рядом с ним привлекающие птиц растения, а также цветы, отпугивающие насекомых. Если при осмотре куста обнаруживаются поврежденные стебли и листья их удаляют, растения обрабатывают инсектицидами. Для профилактики кусты выпрыскивают инсектицидами розы, достаточно непростые для выращивания новичками растения. Они часто и подолгу болеют, могут переродиться в шиповник. Цветы и листья облюбовывают для паутинной клещи другие вредители. Если листья у розы в дырочку, что делать нужно решить быстро. В большинстве случаев посадки приходится уничтожать или запасаться инсектицидами и регулярно их обрабатывать.